Ульяновская область приняла гостей со всего Приволжья. Неподалеку от села Троицкий и Сунгур прошли ежегодные молодежные казачьи игры в Волжский сполах. В день открытия состоялся парад участников, торжественное поднятие флага и выездной совет по делам казачества в Ульяновской области. Подробнее события расскажут наши коллеги. 11 команд из 6 регионов Приволжья. Самара, Пенза, Саранск, Нижний Новгород и другие. В каждые по 10 человек от 14 до 16 лет. Все они верные продолжатели славных казачьих традиций. В парадной форме и с троем ребята открывают молодежные игры. Волжский сполах здесь, в Троице-Сунгурской станице, не случайно. Это одна из крупнейших локаций симбирских казаков. Самый торжественный момент – поднятие флага. И вот участников приветствуют высокие гости. Я хотел бы пожелать, чтобы мы помнили свою историю, чтобы не забывали от тех людей, которые сохранили нам это драгоценное сокровище, нашу Родину. И самое главное, от нас требуется верное следование тем традициям, тому духовному наследию, которое оставили нам наши предшествующие поколения. Чтобы мы с вами не были иванами, не помнящие свое родство. Чтобы мы свято хранили веру православную. Хранили те традиции и самое главное – любили нашу Родину. Волжский сполах – не просто региональные игры. Это этап соревнований государственного масштаба, отметил глава Волжского казачьего войска. И замотивировал ребят еще больше. На всероссийский казачий сполах поедут лучшие из лучших со всех уголков страны. В октябре месяце в Краснодарском крае состоятся финалы уже в масштабах Российской Федерации. Я надеюсь, что команда, которая покажет лучший результат, будет представлять и Волжское войско на этих соревнованиях. Хочу пожелать судьям честного, независимого судейства, всем участникам прохождения всех этапов соревнований без спортивных травм, ну и, конечно же, найти новых друзей. Именно об этом, о целях и перспективах казачьего движения говорили на заседании Совета по делам казачества в Ульяновской области. Он состоялся в Доме культуры села Троицкий Сунгур в день открытия игр. На повестке дня целый ряд вопросов в рамках главного. Что еще нужно для возрождения казачества и его популяризации среди молодежи? Назрела необходимость внедрения казачьего компонента и в общеобразовательную дисциплину истории России. Думаю, что вы все со мной согласитесь. Многие из вас работают со школами, которые реализуют казачий-казетский компонент. Но за счет вариативной части пока нет такого норматива. Тем временем, пока руководство обсуждает перспективы казачества, его юные представители, ребята в военно-полевом формате, готовят обед. Сергей из симбирской дружины «Святоч» здесь уже третий день. И это не первое его дежурство на кухне. Когда приехали, конечно, дождик был. Мы посидели, поставили палатки. Все нормально, самое главное, пошло зерень, не попадали. Впечатление хорошее. Вот научился картошку чистить. Вроде умел, но не так хорошо. Впереди у юных казаков почти вся неделя. Эти игры – лучший способ сформировать характер и систему ценностей у ребят, уверены наставники. В итоге наше общество, наша страна будет крепче и сильнее. И такие ребята, как наши воспитанники, мы уверены, будут в дальнейшем менять к лучшему наш регион, наш город, нашу страну. И мы будем гордиться уже, глядя на них, когда они будут продолжать наше дело. В ходе состязаний ребятам объяснят, что такое буза и темляк. Научат метать гранату, драться мешками, сидя на бревне, перетягивать канат и даже обращаться с лошадьми. Ждет их и множество других сюрпризов и испытаний. Елена Гончарова, Владислав Фаролов, Симбирская метрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова